Здравствуйте! На прошлой неделе жители генскольких барнаульских поселков были сильно взволнованы и расстроены. Причина следующая. В личном кабинете Росреестры они обнаружили ограничения на использование своего земельного участка. Граждан в первую очередь смутило, что в ограничениях были указаны две статьи, которые предполагают даже изъятие земельных участков. Что за ограничения на самом деле прописаны в личных кабинетах владельцев и как много земельных участков обременены в Барнауле таким образом? Об этом мы поговорим сегодня в студии с заместителем руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Еленой Бандуровой. Здравствуйте, Елена Владимировна, рада вас видеть. Ну и первый вопрос, да, что за такие ограничения все-таки жители Барнаула обнаружили в своих личных кабинетах? И только ли вот эти ограничения касаются жилых домов? Действительно, в прошлом году, в конце прошлого года, на основании приказа Росавиации управлением Росреестра, Единый Реестра недвижимости, были внесены сведения о границах охранной зоны аэропорта города Барнаула. Вот всего было внесено сведения о семь подзонах такой зоны. Что такое подзона? Вот подзоны, они различаются друг от друга по степени жесткости ограничений. И, соответственно, все земельные участки, которые попали в границы вот этой охранной зоны, они оказались под обременением. Вот, о чем мы сообщили владельцам этих участков по адресам электронной почты, которые у нас были в реестре. Ну вот если говорить, ну, таким русским языком, понятным всем, что это за ограничения? Какого рода? Это ограничения на использование. Люди волнуются, что будет с их правами на жилые дома, на земельные участки, которые оформлены как положено. Хочу успокоить, что никакого изъятия, то есть никакого лишения права собственности не произошло и не произойдет. Граждане по-прежнему могут продавать, дарить, завещать, совершать иные сделки с этими объектами. Но единственное условие, что поскольку попал в зону ограничений этот земельный участок, вот, то в договоре купли-продажи, например, или дарения, обязательно должно быть указано на это ограничение. Ограничения связаны с использованием. Ну вот, например, приведу пример. Вот в первой подзоне запрещается строить объекты, которые не предназначены для воздушных перевозок. Во второй подзоне строить объекты, которые не связаны с обслуживанием пассажиров, багажа, грузов, ну и так далее. В шестой подзоне запрещается строить объекты, которые способствуют массовому скоплению птиц. То есть именно ограничение использования. Ну смотрите, то есть дом уже есть, например, да? Они просто дополнительно что-то не могут построить, да, на этой территории или как? Ну опять же построить то, что запрещено. Например, вот объекты, которые не предназначены для обслуживания пассажиров. Но я не думаю, что кто-то на своем садовом участке, там, земельном, или там, где жилой дом, будет строить такие объекты. Угу. Понятно. Ну вот мы говорили о том, что ограничения это для жителей Барнаула, и многие считают, что это исключительно там Новомихайловка, да, и Михайловка. А только ли для жителей Барнаула? И какие-то еще поселки попадают? Да, на самом деле большая часть, конечно, это город Барнаул, это Власиха, Лесной, Авиатор, Новомихайловка, конечно. То есть очень много поселков получается? Да, вот, значит, но в том числе это не только город Барнаул, но еще Калманский район, часть Паловский район, город Новоалтайск. Угу, то есть многих касается. А получается, что все равно вот это ограничение, какое бы то оно ни было, оно дает возможность распоряжаться земельным участком, и чисто вот указано в документе будет? Да, никаких ограничений по распоряжению у собственников нет. Угу. Каким образом они вот могут распоряжаться в итоге со своим земельным участком? Они могут его подарить, продать, он может перейти по наследству, взять, вернее, сдать в ипотеку, в аренду. Ну, то есть все сделки, какие вот возможны, которые законным разрешаются, совершать можно. Значит, на единственный момент, как я уже сказала, нужно обязательно указывать в договоре о наличии вот такого ограничения. Это требование закона. Угу, поняла. Ну вот, например, да, такая ситуация не все знают. Вот где я могу узнать, наложены ли ограничения. К примеру, вот у меня есть какой-то участок, да, где я могу узнать. И вот если да, то вот к какой зоне запретов этот участок относится? Как вы сказали уже, это личный кабинет, там информация есть. Можно запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, выписку об объекте. Там тоже будет указано наличие ограничений. Вот мы по своей инициативе, учитывая такую социальную значимость вопроса, вот разместили на официальном сайте Росреестра в нашей региональной вкладке списки объектов, которые попали вот в границы этой зоны. Причем списки прямо под зонам. Поэтому кому интересно, можно зайти вот на этот сайт, на сайт Росреестра в нашу региональную вкладку. Вот там есть ссылочки, какие нужно открывать, найти свой земельный участок по кадастрому номеру и посмотреть. То есть есть еще наверняка такие люди, которые не знают, что они попали вот под эти ограничения. Или уже таких практически не осталось? Ну, я думаю, что скорее всего, конечно, есть. Но пользуясь случаем, хочу что сказать. Я уже сказала, что мы направили уведомление о том, что наложено ограничение, вот тем собственникам информация об адресах которых, электронных адресах которых, у нас есть в реестре. Но, к сожалению, вот у нас в реестре далеко не все сведения об этих адресах имеются. Вот. И если вот все-таки граждане хотят, чтобы оперативно узнавать о каких-то множествах с их объектами, вот я рекомендую все-таки обратиться с заявлением соответствующим и внести эти данные в реестр недвижимости. Угу. Ну вот многих людей, естественно, интересует такой вопрос, могут ли землю изъять в каких-то государственных нуждах? Потому что такое же тоже бывает. Ну вопрос об изъятии земель – это совсем другой вопрос, он не связан с охранной зоной. Но в данной ситуации вот то, что обременение случилось, так скажем, это не основание для изъятия, то есть абсолютно нет. То есть по основанию того, что участок вошел в охранную зону, это не основание для его изъятия. Понятно, наверное, успокоили кого-то. А на основании вообще какого документа возникли вот эти зоны? Потому что, ну, раньше-то такого не было, это же не так давно у нас случилось. Это приказ уполномоченного органа Росавиации, который нам поступил в порядке Межведа, вот и который мы исполнили, внеся сведения в реестр об этих охранных зонах. Это случилось, вот получается… Это случилось осенью прошлого года. И то есть вы все это время пытались там поставить в известность и понять, что к чему? Ну, ставили в известность. Что за ограничения, что за зоны? То есть мы вносили зоны, попадали в эти зоны земельные участки. Если были у этих собственников электронные адреса у нас в реестре, уведомления, им уходили автоматически. Вот смотрите, есть ли вот какие-то объекты, которые уже существуют, да, сейчас? Они идут в разрез с пунктом определенным статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, где прописаны эти ограничения. Что вот с этими объектами будет? Их снести предложат или как? Ну, это уже компетенция органов местного самоуправления, которые оценивают. Но опять же, если право собственности есть в реестре, зарегистрировано оно, то пока суд его не отменит, то есть никто не в праве лишить собственника этого права. Ну, такая история может быть, да, только при наличии там уже какого-то решения суда? Ну, я думаю, что да. Понятно. А какие ограничения распространяются на различные, допустим, приаэродромные зоны? Какие-то примеры, может быть, можете привести? Ну, вот, например, вот, как я сказала уже, что подзоны отличаются друг от друга степенью жесткости ограничений, если можно так сказать. Ну, самые жесткие какие? Ну, самые жесткие. Вот приаэродромные прямо такие. Это седьмая подзона, вот, где вообще нельзя размещать объекты, но виды этих объектов, они определяются полномоченными органами правительства Российской Федерации. Вот есть третья подзона, там запрещается строить здания определенной высоты, но, опять же, уровень этажности, он также определяется полномоченным органом. Вот, ну, а все остальные, вот, что я привела пример, массовое скопление птиц, то есть нельзя строить вот такие объекты, чтобы птиц не привлекать, вот, либо, значит... Ну, то есть заниматься подсобным каким-то хозяйством, да, или чем-то? Ну, опять, я даже не знаю. Птицы имеются в виду, которые вот просто, не домашние птицы. Которые просто птицы, чтобы они не слетались в определенное место, вот. Либо, значит, строить объекты, которые, вот, не предназначаются для обслуживания пассажиров, там, грузов, багажа, вот такие ограничения. Понятно. А вот можно ли, допустим, да, использовать при покупке таких объектов, ну, потому что очень часто, покупая какую-то недвижимость, люди используют там ипотеку, материнский капитал, не потеряют ли вот эти объекты там в цене, например? Вот из-за того, что у них сейчас ограничения, получается, обременены они. Ну, по сути дела, то есть это же обременение использования. Если приобретается жилой дом, земельный участок, то вот эти все ограничения, ну, как они могут повлиять вот на... Ну, не побоятся ли другие люди приобрести вот этот вот... Да, ну, это субъективный, конечно, фактор, потому что побоится, увидев слово ограничения, то есть все, паника, вот, чуть ли не изымают, как вот сейчас люди понимают, да, вот. А с другой стороны, приобретая там участок там для садоводства, никто не запрещает там выращивать овощи, ягоды, цветы. Поэтому, ну, опять же, это личное дело каждого. То есть вот какой итог вот на данный момент мы можем сказать, что, собственно, ничего такого глобального не меняется у этих людей? Никто у них ничего не изымет, в том числе и государство, и продавать они могут эту свою там, какие-то свои участки? Да, это так. Никто ничего не изымет, оборот не ограничен. Вот я имею в виду совершение сделок. Вот единственное условие, что в договоре нужно это отражать. Спасибо большое. Я надеюсь, что, ну, если кто-то еще не знал, мы кому-то прояснили эту ситуацию. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Бандурова, заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова